Воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, Исущим окопе живут, дорога. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, Исущим окопе живут, дорога. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, Исущим окопе живут, дорога. Многомилостив творец наш Господь Иегова, именем Господа нашего Иисуса Христа, которому отдал Ты весь суд свой. Благослови нас, прибыть верными Тебе в остатки жизней наших. И братьям нашим, которые сейчас не с нами, дары духоносных и богоносных бесед в сегодняшней жизни. Помоги, Господи, и завтра нам быть верными Тебе на молитве, в слове. Дары, Господи, идти и благоествовать этому грешному погибшему миру, чтобы самим не остаться недостойным. Слава Тебе за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Мой имя царь, 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 царь. нас мало и нас все меньше но самое главное мы не в рот евангелие от мотфея 8 глава 13 стих и сказал иисус сотнику иди и как ты веровал да будет тебе и выздоровел слуга его в тот час толкованием сотник какой стих 18 13 13 сотник тот же час возвращаясь в дом свой нашел слугу своего здорового мы прошли простите да да простили практически 16 или 18 и что такое там про проект про тещу прочитали да про тещу до последняя была теща это какой теща это 14 15 а не нет еще до видев же иисус что многие народы много народа возле себя повелел ему прийти на поле 18 стих я начал читать толкование мы прекратили давай 18 стих увидев же иисус вокруг себя множество народа велел ученикам открыть на другую сторону ибо не был он слава любив а вместе хотел уклониться и от зависти уйдев и все я начал читать златоуста и прочитал мало и вот я что прочитал видишь ли опять как господь чушь тщеславия помнишь от тщеславия ты еще сказал вот очень интересные вопросы понимается здесь и главное не с чего ни с того ни с сего откуда от тщеславия почему а вот сейчас мы продолжим вот что значит златоуста другие евангелисты говорят что господь запрещал демонам сказывать кто он а матфей говорит что господь ударял от себя народ делал это с одной стороны для того чтобы научить на скромности с другой для того чтобы укротить иудейскую зависть и убедить нас ничего не делать из тщеславия он не только исцелял тела но исправлял душу научая благочестию показывал себя и в том что исцелял болезни и в том что ничего не делал из тщеславия вот сейчас мы говорим что вот эти вот евангелие разносят не только но не только мы носим но и московской патриархии а потом добавку делают правда нет единственное это не как носят девушки там в штанах парни конечно бритые а чё они там еще дальше говорят никто не знает а нужно все делать не и не ищи славе скромно нужно делать и внести благочестие написано нести людям благочестие как понесешь благочестие когда ты стоишь без платка без одежды без юбки женской одежды да как же можно ясно что ты не принесешь не принесешь людям благочестие и братья стоят эти не братья даже братьями сложно назвать стоят эти юноши небритые вернее бритые голые в общем хотел сказать как то какое благочестие а благочестие это состоит в чем исполнить заповеди господни вот оно благочестие вот и переводится просто благая честь благочестие это кому благая честь добрая честь честь что такое честь вообще честь это внутреннее состояние человека которое господь дает спокойную совесть и это твоя честь ты всегда со спокойной совестью говорят о если там совесть беспокойно там не спит человек даже там кто говорит лучше спит на золотой кровати или на деревянный. Кто? Кому лучше спится? Деревянный. Конечно, золотой кровать ему надо отламывать потихонечку. Каждый раз давать тот, кто стоит рядом. Да еще и отдал, отдал он тебе эти золотушкой по башке еще треснет. Как это было у Касарова. А что? А деревянный, вот могу похвастаться, у меня деревяшечка такая махенькая, короткая. Такая маленькая. У Серафима Саровского пенек такой был, как у меня. А там ты вытягиваешься. Я вытягиваюсь очень сложно. Я вот так, вот так, потом вот так всяко-разно стараюсь. Это правильно. Это надо, чтобы крутился как куш на сковородке. А так иначе я буду спать сколько-сколько. Я же поработал, я же могу спать неделями. Хоть год целый, как медведь. Лежу, говорит, никого не трогаю. Я, наверное, самый добрый на свете. Сереж, простите меня. Прочитаем этот еще стих. Который читать начали. 18. Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону и коротенькое толкование. Ибо не был он славолюбив, а вместе хотел уклониться от зависти и иудеев. Вот славолюбив, это значит, не был тщеславен. Вот, тщетная слава. Он не хотел быть прославляем ни за что. Господь трудился для этого. Вот, московская патриархия, хотят быть прославляемы ни за что. Вот сейчас придумали. Целое там, у них, этот, был такой дядя Николая Второго, он был командующий российской армии во время войны, в начале. Николай Николаевич, великий князь. Высокого такого роста. Показывают его всегда. В документальных съемках. И его отстранили в конечном итоге. В 16-м году царь Николай на себя взял обязанности главнокомандующего. Потому что многим там не понравилось, что дядя там его руководит, говорят там взятки брал и все. А он до конца, Мозгов был предан самодержавию. И вот, он в конечном итоге умер в Париже, там где там, ну во Франции умер. И теперь его прах перезахоранивают. Сначала делают службу в церкви, там где он, где-то под Леоном, где-то там. Потом дальше перевозят в Париж, в Париже, панихиду делают. Потом перевозят в Москву, в Москве делают панихиду. То есть после погребения, вытаскивают и все. Ну конечно, так он умер-то уж когда, вы что, ему, вот, ему в то время, в 17-м году было уже 60 лет. Ну то есть он умер в 30-м году, приблизительно, где-то вот, 27-28-28. И он дал за рог, не за рог, а как он, дал, его волеизлияние было, чтобы его прах вернулся на родину. Тем солдатам, с которыми он воевал, офицерам, солдатам, генералам, которых убили на войне, и чтобы там быть захоронены, на этом кладбище. Ну и вот, а вот теперь возят эти мощи, все, и патриарх там отпевает, и Путин, и все там столпились, и вот они все идут, великая масса, и все, крестный ход, вот великое событие. Это вот самое настоящее тщеславие, вот это, заработать популяцию свою, популяризировать православие на этих вот, каких-то непонятных вещах. Вы идите, благовествуйте людям о Христе, рассказывайте. Чего вы таскаетесь с этими, ну морщами, ну сказал, ну перезахоронили, ладно, перезахоронили, и Бог с ним. Нету вселенского масштаба, вот говорить не о чем. Разговоры идут только, если кто-то где-то убитый, ну там природное явление все равно, потом дальше, если там какие-то такие, ну скаблезные какие-то истории, историки, и спорт, все, больше не о чем говорить. Все остальное людям не интересно, о религии никто не говорит, по-настоящему, духовно. Вот начинают там документальные фильмы, монастыри, какие-то старицы, какие-то старцы, что говорят они, что там вормочат, ничего не понятно. У них только одно, вот ходят они туда, прошли, прошли, обратно, все, ничего нету? И вот начинают, вы знаете, еще в древние времена, вот по этой лестнице поднималась какая-то княгиня, Господи помилуй, да вы, вы понимаете, что Христос пришел один раз только, второй раз он придет уже, все уже хлопнет, и готово, нету никого. Вы трудитесь душу свою, открывайте Христу навстречу. Вы чем занимаетесь-то, непонятно. И вот ходят туда, оттуда ходят, такими огромными толпами, и народ идет такой, и бритые, естественно, все женщины, бабки эти, похожи на страшных гномов каких-то, из подземелья. А это, простите меня, это не похоже на мракобесие? Да это и есть оно самое настоящее мракобесие. Потому что он так и порадил, я слушал, и говорит, мракобесие натуральное. Самое главное то, что оно коснется нас, это мракобесие. Чем больше мы будем проводить занятия, чем больше мы будем людям открывать истину, тем Господь больше будет продлять время мира. А время мира для нас, это не время, что нету полки магазинов, ломятся от сала, нету бомб сверху, это время мира, что мы можем ходить, благовестовать рассказывать о Христе. Вот оно время мира. И жить благочестиво тогда, когда никто не хочет этого делать. Они не хотят, а мы будем жить благочестиво. У нас вот братья бьются так вот, за души своих братьев, аж перья до неба летят. Во, как биться надо. Молодцы, да? И их братья благодарят. Правильно, молодцы. Благодарим вас. Но будем посмотреть. Все должно быть благочестиво и стройно в нашей церкви. А так все должно. За намерение, говорит, поцелуй, говорит Златоуст. Брат хочет спасти тебя, душу. Ну и хорошо, это очень прекрасно. А так где вот? Зайди в Московскую Патрахию. Кто хочет душу спасти? Мама моя, специально договариваются, идет, когда там никого нет у священника, вот на Радонницу, а люди приходят ставить свечки за у покойников-то за своих. И она там стоит, они договорились там между собой, и подсказывают всем, куда ставить там все. Вы понимаете, какая ревность в нашем народе? А если они Слово Божье будут знать, это что будет за народ у нас, вы понимаете? Это что ли? Не бабка, а то благовестница. Ее даже бабкой не назвать, а как там благобабка будем называть ее? Или благобаба? Как эти две были, помните, поевальные бабки, которых очень любил Господь, потому что они не умышляли, отраков иудейских чат, не умышляли. Одну звали Баба Бабаста, и у нас будет Баба Бабаста какая-нибудь. Пока нету, нету. Пока все бабки как ведьмы. Я ей маме тоже говорю, мама, ну чем ты занялась? Я говорю, ну, встречала бы их перед входом, рассказывала бы им все, прямо перед входом, рассказала бы им, да ничего не говори о упокойниках-то, зачем тебе упокойники? Ты расскажи о главном упокойнике, который оказался живой, Христос. Все думали, что помер, а он живой. И что он сказал? Хватит искать упокойников. Меня между... Алексей, Алексей хотел сказать. Ангелы сказали, что вы ищете жены живого между мертвыми? Мария, говорит Христос, и беги к ученикам моим. Ой, я к тебе хочу прикоснуться. Не прикасайся ко мне, хватит уже прикасаться, сколько можно. Вот он я, видишь, живой. Ах, а ты, я думал, ничего не думай, вперед к ученикам, рассказывай, что я воскрес. Быстрее говори, воскрес, вы понимаете? Ну, воскрес, это совсем другой разговор уже, вы понимаете? Или труп, или нету человека, или вот он рядом, с ним можно разговаривать. Вот стоит пьяный, шатается сейчас, благовестный, ну, полублаговестный, полнепонятно. Стоит, шатается первый. Ну, я вот пьяный, все, ну, я хочу узнать, вы их стиранин, да, или нехристианин. Я говорю, ну, что вас пьяных всех на меня несет-то, а? Вот как пьяные, все вот у меня, вот, когда работаю в артерии, как нажрутся, вот они поползли ко мне. Тук-тук, что такое? Игорь Владимирович, надо поговорить, что такое? Да, я вот тут давно хотел задать вам вопрос, а чего вот у вас борода, чего вот вы так вот это все время креститесь? Я говорю, ну, Эдик, ну, что тебе нанесло, когда ты бухой, совершенно, причем ничего не соображающий? И сейчас такой же точно. Я говорю, ну, давайте, давайте, откройте душу свою для креста, ну, трезвыми, ну, приди ты ко мне трезвый, ну, не придешь же, а можно я приду? Я прям к вам зайду, да, все, да, заходи уже, все, правда, прям зайти можно, все, можно, все, давай, все, пошел, ну, не зайдет же, почему? Сатана не пускает. Правильно, это первым делом, не пускает сатана, даже не сам себя, уже человек может быть и зашел бы уже, все, а сатана не пустит, потому что у человека только один сатана есть, Бога нету для него, а Господь не призрел на него, потому что он говорит эти слова, он в пустую, ему любознательно, он там действительно что-то хочет, может быть, узнать, но только из любопытства, нету интереса настоящего, если бы интерес появился, вот, как вот братья здесь, сестры, так и он бы уже рядом сидел, а интереса нету, так просто болтологией заниматься, и у нас народ-то такой, он безинтересный, это вот Тарас у нас был такой, и чисто человеческое любопытство, и да, был уже, можно сказать, все, последний раз он уходил и сказал, наконец-то вы, говорит, прояснили для меня, что я неверующий, я тут ему несколько раз сказал, говорю, ты неверующий, что я ему сказал, ну он уже все, надоел ему, он понял, он же боксер, или ватру я ему сейчас, или все, или больше не надо ходить, перестал ходить, ты видал его, нет, высоко поселил, нет, перед тобой прям уже, да, вопросы у него было, много вопросов, но все платим ему только, почему, потому что люди любят чеславие, чеславие, вот, чтобы их узнали где-то, на показ, на показ выставляется, где-то в спорте, прям спорте рядом, ну вот у нас, это, когда смотрят наши, записи благовестия, то часто говорят, да у вас неправильно, вы неправильно благовестствуете, надо не так, надо стоять, вот, аллилуйя, Христос, наш Господь, там, и кричать вот так, вот что-то кричать, там чуть не лозунги, плакаты и так далее, и чем заканчивается, сколько уже, тут просто человека поймать и поговорить, а если ты будешь еще стоять, и кричать что-то, это же надо связанно кричать-то, у нас вообще такого понятия нет, у благовестия так, написано, апостол Павел, стоял на, в аэропарке, там, на площади перед аэропарком, и люди проходили, он там с ними беседовал, вот это понятно для меня, стоять, беседовать с людьми, там, ну один, два, там остановились, бывает целая толпа становится, ну ты стоишь, беседуешь, но не орать же, вот это вот, все выкрики, там, вот он идет, молодой человек, я смотрел там, благовестник, ролики благовестника, идет, и вот кричит постоянно, ну у него такая одна речевка, там несколько предложений, он там, Христос отдал за вас свою жизнь, люди покаетесь, обратитесь ко Христу, и вот так идет, 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 ну и по Арбату где-то, или где-то, ну где, людей первопущие, вот так люди потоком идут, и он идет, выкрикивает, выкрикивает, это, это, мне кажется, что до такой степени себя доводить не надо, есть же Евангелие, ты даешь Евангелие, люди берут Евангелие, уже взяли, натик начнем, как сказал, кто больше давал апостолу, говорит, или мы сейчас, апостолы, что могли несколько слов только сказать, а мы целое Евангелие даем, ничего себе, да еще все читали, а? Не читают. Его не читают? Не читают, я с вами согласен, листочки наши брали о крещении, не читали, мелкий шрифт был, а сейчас крупный шрифт, и тоже не читают, а если ее читают, вопросов никаких нету, потому что через пень по-флотски называется, то есть никак, попробуй. В церковь ходить ходят, ну как я не понимаю, в церковь ходить ходят, а интерес, ну тут как вот, интерес или желание, познание веры, вообще ничего, вообще не надо говорить, в Библии читайте, нет, в церковь ходят, они вообще не понимают, ну а просто постоял, постоянно, потому что об этим живот ухнул, вышел. Вышел то же самое. Я вот со своей мамой вчера тоже беседовал, а что, говорит, тебе от меня надо, что ты ко мне привязался, я хожу в церковь, я молюсь, все, больше ничего не надо, говорю, так, кто отклоняет ухо от слушания закона, того и молитва, мерзость. Двери, оп, вот, вот, а, вот, даже, говорит, не молюсь, читаю молитву, говорит, мама, надо не читать молитву, надо молиться. Аминь. А как она, знаешь, как молиться? я хотел бы сказать про сектантов здесь вот тут сектанты они нам очень сильно помогают в этом плане вот репротивность нашу общину на основе общего сектантов сделал главное что у нас нету понятия общественного собрания религиозного у нас есть церковь зашли и молятся стоять там батюшка и все знают что батюшка главный здесь и никому нельзя не не пыль ни на ша уже никто никуда не идет батюшка вышел сгодила все и все стоят уже это знают все ну там такие есть тропотники которые там ходят там шушукаются не будем их брать в расчет остальные все понимают здесь главный батюшка и иконы еще которые надо поцеловать мы иконы поцеловали а батюшка все мелькает поэтому батюшка главное все тут понятно а вот после что человек выходит и что-то еще может у нас понятия нет у нас есть строк трапезная все знают трапезная но трапезная это только поесть все туда зашли ша все молчат почему там главное блага бабы все они там повара они крутятся вертятся не мешаем отойдет все а теперь остальные там гуца и ждать когда они там все это чайно мешают печенюшки эти разложат там все и теперь уже батюшка зашел благословил там благословил с мира божьим по столам загрузились поели все за столом что-то поговорили разошлись больше не духовной трапезы нету я хочу сказать у нас потеряете даже такого нету как вот у нас здесь ну это видно по батюшке нашему который всегда говорит так все хватит чего так долго особенно я вот когда последний раз можно слово скажу кто-то дебунов дебунов я могу не говорить да ладно говорит говорить то есть уже все сразу дебунов значит все это десять-пятнадцать минут его светлого времени займет все а батюшке же не тогда мне самое интересное он все равно уйдет ну батюшка становится становится уходить нет надо обязательно показать что вы тут что-то не то делаете ну да и мучаете народ главное чего народ мучаете страшное мучение раиса николаевна вот я уже сказал серёжа давай сегодня не будет занятий уже поздно уже чуть не шесть часов все наработали все вот так вот есть душа которая жаждет слышать и эта душа я ей не сто лет и 80 не 70 эта душа младенец она жажда слышать слово божие и рода кормить и кормить все время не смотрите что у нее морщины это морщины каждая морщина это молитва и вот считайте сколько она молится попробуйте помолиться столько же поэтому но все значит будем разговаривать дальше раиса николаевна она всегда такие очень интересные советы подавала там звонила всегда обзванивала но у вас был такой период времени когда вы даже пытались на тех начинает на телевидении пробить но как говорится жалко что не получилось а так бы очень интересно было вообще мне бы очень интересно было представьте на тимошно телевидение ему там вопросы задают все было бы очень здорово не эта площадка поганая которая была где порочили на наш лагерь и на тихонача общему нашу называется под площадка и закрыли эту передачу вроде как там сидят такие все свободные люди и обсуждают как что-нибудь решили обсудить нашу общину это 98 год 99 их много возьми почитает что у нас писали там потом они они предоставили в таком этом в письменном виде опровержение всем своим что измышленное так далее пять минут шла и про нас фильм был целый час и причем это так откинуло людей десятилетия мы добивались чтобы это уже столько люди не ездят потому что негатив остался все мальчики с девочками в повалку воспитатели ходят маньяки аааа бородатые ждут когда приедут бедные дяди а всего-навсего тогда было показали а ты к маме хочешь домой мальчик стоит и кто не плакал я такой же точно был ко мне бы подошел кто-нибудь пионерском лагере и спросил меня а вот там неделю всего недельку парнишка все время живет дома никогда никуда не выезжал и меня бы спросили да я им на шею выкинулся вези меня хоть сейчас тем более не там деревенский постоянно били вот эти занятия я считаю что вот эти занятия очень очень большой пользу дали вот если бы не эти занятия не было и у нас бы это никогда общинами не было мне кажется а вот занятия вот эти вот как-то сплотили всех и как-то вот община организовалась и столько лет занятия были и вот все было понятно все так разговаривали все так рассуждали понимаете там еще там есть простите перебью там главное было был ведущий человек который стоит выше тебя он стоит за кафедрой и ясно что ты не будешь там а я считаю ну там были такие ну и к сразу тихо человек разговаривает ты сиди слушай сначала потом будем тебя слушать если есть что сказать и вот Игнатий Тихонович вещает с кафедрой и к нему никто не докапывался он сам свои мысли все мысли какие у него есть все что он накопил за эти несколько дней сколько там дается ему вот эта подготовка его была он теперь нам рассказывает его никто за язык не тянет никто его и главное сидят перед ним благодарные слушатели вот в чем дело и более того не просто слушатели а ученики он поэтому говорит вот вы мои ученики а как проверить что мы ученики он говорит а моя проверка говорит вот в жизни вашей какими вы будете идете вы за христом или нет вот проверка это главное благовествуете ли не выходите ли соглашенными уже пятнадцатый год нет но занятия это вот эти вот они же очень большое занятие первое это первая это ступень была занятие всех мы занятия все пришли да ну вот у нас сейчас идет занятие вот пришел человек вот два человека пришли вот они на занятиях сейчас ну так это что там мы уже это уже давно что они ничего не знают этого а когда люди люди новые приходили так же вот занятия в каком-то из-за так Раиса Николаевна все ну я понял да 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 кто новые приходили кто не было уже никого последние пять лет все закрылась лавочка приходил в год может один человек и все у нас сейчас больше людей приходит ну вот у нас тут 6 8 человек на занятиях здесь а людей больше новеньких чем у нас приходило когда идти лучше туда понимаете вот в чем смысл то какой непонятный для меня вообще там такие занятия были просто закачаешься а люди не ходили перестали ходить но теперь мы как бы понимаете мы как бы стараемся вот вот то что нету занятий наше сердце рвется к этому мы молимся и Господь видать нам для утешения посылает вот новых новых людей к нам только в этом году не знаю человек 6 приходило но правда почти никто не остался ну кто-то и остался приходят проверяют нас да такие все хорошие вроде бы и из сектантов есть и просто из мира и из православной церкви приходили ну что сделаем и Кыгнать техну что туда на занятия находило сколько людей придут посидел все ушел нету ну кто месяц походил походил кто два последние это 20 человек были 20 да кто ничего себе целую аудиторию занимаем а здесь мы никого вообще никто не клят не мят собрались вот здесь все сейчас надо поесть пошли поели надо попить попили вот туалет что еще надо сейчас ну камеру выключили посидели что-нибудь обсудили опять включили продолжаем разговор все удобства все удобства ну чё еще там нужно Игнать Иванович с этого и начинал у него-то в доме собирались первое у него было и у него там было до 20-30 человек и в основном бабушки были вот что интересно то потом молодежь начала подтягиваться так молодежь еще предатели там были всякие хулители его вот Таня которая сейчас у нас общая юная была хулила там доносы на него писала клеветные какие-то да? ну вот через родителей да это все было не понимала потом позрослела прошла потом она покаялась а когда она пришла почему-то я ее не знаю когда она пришла то да это вот Сергей начали трудиться с Владимиром до этого раз она знала ее родители хорошо знали Игнать Тихоновича они вместе молились с Владимиром и вот Игорь происходил тоже да я один раз был и у меня тут ни при чем я вообще ой у меня было вот так занятий просто мое дело главное было не прийти второй раз это я могу точно вам сказать и одного раза хватило я там был я поговорил немножко на своем языке там антисвященническом и все и она как так вы против священников я говорю ну все братья хотели сами когда она через этот камень преткновения перешагнула убедила что он правду говорит вот тогда она ну она сказала что она была с семьей мама не ходила она технически очень легкая была а то мама ушла и не пишет да и Антонина которая вот это вот тут вот кричала ну не кричала это которая кричала Нина я вообще не знаю а вот Антонина который обращался она ушла и за ней целый ну как она собой увела всех зятя дочек двоих и еще одного потом будущего зятя вот Раиса Николаевна спрашивает зачем она приходила зачем приходила последние слова которые у них были там они что-то шушукались и говорят это и есть говорит заместитель Игнатия будущий что ли типа такого они пришли поглазить на меня ну и попали под раздачу что сказать что я буду смотреть что ли на это тем более что эту Нину я вообще не знаю еще раз говорю я к ней вообще никаких претензий не имею она сама себя выдала полностью с потрохами кто она такая есть на самом деле а кто это такая Нина да все время с Игнатиночной какая-то долговая узнала а? да конечно узнала она еще там с Адамом разговаривала в виде змея видно видно по ней они вообще где-то молятся где-то они при понятия не имею но она открыла дверь и крикнула Игнатиноч никогда в трико не молился в трико то есть вот мои вот эти вот брюки она назвала трико почему-то что-то ей не понравилось еще да нет не надо было надо было что-то надо что-то плохое сказать она же не могла ничего я открываю златоуста начинаю говорить о добрых плодах и злых плодах с деревьев злых и добрых и все я говорю давайте сейчас вот достойный плод принесем добрый вот помните как вы уходили с вами толпа ушла зять там был и так далее и вы их змеем называли и так далее так она ох как скинулась ну сначала а мне она кстати не очень сильно а вот Нина это сильно начала не ну я просто это говорю о том как люди реагируют которые прочитаем с тщеславными вообще не понимают как можно так правда да и кто бы удалился от творившего такие чудеса кто бы и просто не захотел взирать на его лицо и уста извлекающие такие слова господь достоин удивления не только по чудесам но даже и один вид его исполнен был великой приятности как показывает то пророк говорят красим добротою паче сынов человеческих псалом какой же это псалом то господи помилуй простите меня псалом 44 3 стих когда же Исаик говорит не это не было вида в нем это 53 2 стих то говорит это или о непостижимой и неисглаголовой славе божества или о том что случилось с ним во время страдания а именно о бесчестии которое претерпел он во время распятия на кресте или о смирении которое являл во всем продолжение целой жизни то есть не видели величие то есть не видели величие в нем написано ну 53 псалом помните нет о чем идет речь о давайте вижу что дела наши скорбные мы учимся да 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 хорошо то 53 Исаия 53 прочитаем из из 153 главы пророка Исаия господи кто поверил слышенному от нас и кому открылась мышца господня ибо он зашел пред ним и как росток из сухой земли нет в нем ни вида ни величия и мы видели его и не было в нем вида который привлекал бы нас к нему ну о ком говорится о христе конечно о христе вот тут вот златоустый говорит когда это было Христос был прекрасен и любой мог каждое его слово поцеловать а вот когда когда страдал или когда хотел нас обратить к смирению и показывал смирение свое ну и вот что дальше еще нужно прочесть он был презрен и умолен пред людьми муж скорбей и изведавшей болезни и мы отвращали от него лице свое он был презираем и мы ни во что ставили его но он взял на себя в нашей немощи и понес наши болезни а мы думали что он был поражаем наказуем и уничижаем Богом но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились все мы блуждали как овцы совратились каждый на свою дорогу и Господь возложил на него грехи всех нас он истезуем был но страдал добровольно и не открывал уст своих как овца веден был он на заклание и как агнец стригущий его безгласен так он не отверзал уст своих от уст и суда он был взят но рот его кто изъяснит ибо он отторгнут от земли живых за преступления за преступления народа моего претерпел казнь ему назначил гроб со злодеями но он погребен у богатого потому что не сделал греха и не было лжи в устах его вот что говорит нам ветхозаветный евангелист пророк Исаия так его еще называют вот такой был Господь наш в свое время далее спаситель не прежде повелел ученикам переправиться на ту сторону как по исцелению болезни иначе народ мог бы не мог бы перенести этого как на горе он не только пребывал со крестом тогда как он преповедовал но и последовал за ним когда он молчал так и здесь прилеплялся к нему не только тогда когда он чудо действовал но и когда перестал чудо действовать и вот с самого лица Господь получал великую пользу в самом деле если Моисей имел прославленное лицо и Стефан лицо ангельское то представь каков тогда должен был вид общего владыки может быть многие воспламенились желанием мусорить его образ но если бы мы пожелаем то узрами гораздо лучший образ если мы с упованием проведем настоящую жизнь то увидим Господа на облаках светивший в бессмертном и нетлебном теле смотри с каким благоразумием спаситель отсылает народ чтобы не устрашить он не сказал удалитесь но повелел переплыть на ту сторону обнадеживая что его непременно придет туда но тогда как народ показал столько любви ко Христу и с таким усердным следовал за ним один раб богатства весьма надменный человек подошел к нему и сказал девятнадцатый стих девятнадцатый стих тогда один книжник подойдя сказал ему учитель я пойду за тобою куда бы ты не пошел и говорит ему Иисус лисицы имеют норы лисицы небесные гнезда а сын человеческий не имеет где преклонить голову толкование книжником называет законоверство видя многие знамения он подумал что Иисус получает от того прибыль посему старается сделаться последователем его чтобы и самому получать но Христос видя его намерение сказал как бы так следуя за мною ты надеешься сделаться богатым но не видишь ли что я не имею даже дома таков же должен быть и последователь мой он сказал это с тем чтобы убедить его последовать за собою переменив намерение но он удалился от него некоторые под лисицами и птицами разумеют демонов которые названы так по их лукавству и действуют в воздушной области по всему разумению Христос как бы так говорил книжнику в тебе живут демоны посему не нахожу в душе твоей обители для себя златоуст еще интересные вопросы поднимает можно почитать впрочем господь не осудил его за неумственную дерзость неуместную дерзость научая нас тому чтобы мы терпели таковых потом то господь не обречает потому то явно тех которые имели злые намерения свои но свои ответы направляет против их мыслей предоставляя им одним видеть обличения и доставляя им двоякую пользу во первых тем что показывал в себе знания сокровенного совести во вторых тем что несмотря на таковое сердце сердцеведение попускал скрывать свои намерения и давал возможность исправиться если только захотят таким точно образом поступал господь и с приступившим к нему теперь последний видя многие знамения и то что многие ими были привлекаемы к Иисусу надеялся обогатиться от таковых чудес поэтому поспешил заявить о своем желании следовать за Христом из чего же то известно из ответа который дает Христос сообразуясь не словами вопроса но смысле что ж говорит ему Христос ты надеешься следовать за мною собирать деньги не видишь ли что у меня нет жилища даже и такового какое имеют птицы лисы имеют норы впрочем это сказал он не для того чтобы отдалить его от себя но чтобы обличить его худое намерение и доставить случай следовать за собой с таковой надеждой чтобы захотеть а чтобы узнать тебе его луках то смотри что он делает услышав слова Христа и будучи обличаем он не сказал готов последовать но подобным образом часто поступал Христос из других случаях хотя явно не обличал но ответом показывал мысль к нему приходивших так и тому который говорит учитель благий Матфея 19 глава 16 стих и этой лестью думал расположить его к себе господь имел имея в виду его намерение отвечает почему ты назвал меня благим никто не благ как только один бог и когда говорил ему говорили ему мать твоя и братья твои ищут тебя это 12 глава Матфея 47 стих так как последние еще имели в себе нечто человеческое и желали не услышать что-нибудь полезное желали не услышать что-нибудь полезное но показать что они близки к нему и тем подчиславиться послушай что говорит кто мать моя и кто братья мои 48 стих и опять со временем братьями своими которые говорили ему покажи себя миру Иоанна 7 глава 14 стих и желали через то приобрести себе тщетную славу сказал ваше время всегда есть мое же но время не пришло Иоанна 7 глава 6 стих что то же самое и с противной стороны так он Афанаили говорит вот воистину из рельтянь в котором нет лукавства Иоанна 1 глава 47 стих и опять шедший возвестить Иоанну что слышали и видели Матфея 11 глава 4 стих и здесь он дал ответ не на слова но на мысль пославшего подобным образом и к народу говорит сообразно с его внутренним расположением что говорит ходить что видеть в пустыне что вы ходили видеть в пустыне я сразу перевожу поэтому запинаюсь лукав лукав должен быть расслаблен никакими удовольствиями и потрудился раскрыл его жалко мало он только на проповедь взял а мог бы тут раскрыть и больше благовестия проповедь всего лишь а если он все раскрыл благочестие жизнь во христе крещение и так далее а он это так чуть-чуть только иногда задевает кстати он очень много берет златоуста там вставляет но этого еще маловато но может кто-то еще родится кто больше ставит надо читать златоуста как назначено Разложить по полочкам всех и так далее. Мне важно добраться до сути. У кого есть цель, намерение вечной жизни, у кого нету. Это самое главное, что вам оставил Христос. Благая весть, она для того и дается. В чем благая весть? Благая весть, что есть вечная жизнь. И что Христос берет на себя грехи твои, которые не дают тебе попасть в вечную жизнь. Я вот раздражаюсь на эту тему. Со своими бабками там вот у подъезда. Я говорю, вечно в вечности, то вы собираетесь, вырубал оболите. А там-то в вечности, это как будет отвечать прикос? Какая вечности? Для нее мы все, а я раздражаюсь. Никак не могу не доказать. Я говорю, вечность будет. Вечно, бесконечно будем. Кто со Христом, а кто будет в вечной муке. Так вот я маленькую приметку вам скажу. От этих бабок все и идет. От этих бабок все и идет. Потому что эти бабки, они матери. Бабки, у них там внуки есть. Это прабабки они там и так далее. Это мупо и сестры. Мужикантам всяким и так далее. Женщинам молодым. И они дурят им мозги. Они вот так с тобой разговаривают, сестра. А потом где-то они там раз, кто-то зайдет разговор. Они верующие все, они горой. Просто они сейчас тебе не знают, что ответить. А если бы ты им сказала, вот там собачка там хромоногая перешла там дорогу. Или кот там веслоухий пробежал 45 градусов. Это что-то они тут как тут все вокруг. Вдруг все, это бог все, начинают сказки рассказывать какие-то бредни пьяных старух. Это они перед тобой просто стоят. Какая вечность, какая вечность. Ты померз, по захоронению. Да, да, да. Да и все. А я говорю, а душа-то, душа такая. Да вы сразу спрашиваете, а народовицы где были? Все поди эти углы там обошли. Все бабок переспрашивали, куда там это, в канун ставить или за канун. А тут начинают они хорохориться. Давления у них нету просто. Как давление будет, да все вспомнят Бога. Видите, вы не с той стороны подходите. Вы сложно подходите. Вы подходите, говорится, по-нашенски. А нужно заходить с краеугольного камня. Вы начинаете говорить там о Христе им рассказываете. А потом начинаете говорить, Христос-то воскрес. И показывая пример, здесь уже тогда и поднимайте уже ближе. А слово вечность, они все так реагируют. У меня мой шеф чуть в аварии не совершил, когда я ему начал говорить. Надо же было, едем в гору на 66-м, он за рулем сидит. Я говорю тут о вечности. А там вот такие каналы, все поперемы, такими дождями. Я говорю, а ты это, знаешь, что вечности-то есть? Он баранку бросил. А он такой, ты че? Машина поехала куда-то, пустые. Я говорю, ты баранку-то держи, все. Я говорю, все, я молчу. Такой остановился, главное, пухтит. Ну, гляни-ка, подруга он мне какую-то вечность. Да и че он тут со своей вечностью? Баварина, что ли? Да нет, не баварин. Да он чуть ли не баварин, он тоже богатый мужик сам себе, сам себе голова. Это как притча, они тоже хотят благовествовать, благовествовать и потом осмелился. Ну, сейчас я точно так скажу, и мужик на тележке-то едет, он раз к нему на коня. Так, ты о смерти-то будешь думать или нет? Тут разворачивается, как раз телеги. Ну, идет такой довольный, о, пострадал за Христа. Лежит, лежит, смотрит в небо. Слава тебе, Господи, пострадал за тебя. Да, 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 да. Так, и ты смотри, что понятенец. Сестра, ты уж потихоньку подойди, дай немножко милости им чуть-чуть. А то, как Саша загуляет, пойдем благовествовать, Саша. Ну, пойдем, пошли благовествовать. Попали, главное, в дом, где живет этот фотограф-то наш Волобуев. Ходим там все, и вот проповедуют на одной плане, ну, через... Я здесь все, внизу он, вверху. Я слышу, он звонит, дверь открывает, он. Вы хотите быть в этом... Не хотите быть в аду? Вот, берите, читайте. Я думаю, как... Совсем наоборот, я сразу про рай начинаю говорить, про церковь, про Христа. Он, не хотите в аду быть? Я потом вышли, считаю, говорю, тебя сколько взяли? Он говорит, двое. Я говорю, у меня двадцать двое. Он, да, я, говорит, слышал, говорит, ты об Абаде мало говоришь. Я, говорит, Саш, ну... Ну, о чем люди любят разговаривать, о том я с ними не говорю. Прости меня уже, грешника. Действительно, мало о Абаде говорю. Действительно, да. Может быть, побольше надо, да, о Абаде. А инны... Мне-то еще и побольше про Ад говорить. И вообще косу с собой взять. И такой балахон черный, знаете. И вообще нормально будет. И будем выходить, сколько взяли? Да побили меня еще. И косу отобрали. Поэтому... Ну, вот Христос как говорит? Смотрите, как говорит Христос. Как отвечает? И бывает, он тяжело отвечает. Но он всегда говорит, ну да, Христу было легче говорить. Он говорит о законе с законником. Евреи были законники по своему рождению. Как только они родились, все остальное по закону идет. Это по закону. Мальчикам, девочкам свои законы. Общие законы. Тут борода, там одеяние, волосы и так далее и тому подобное. Все это. Как все исполнять? Кто главнее, кто не главнее? Какой кому почет, когда где? Кого камнями когда побивать? Кого прощать? В субботы все эти исполнения заповедей. Понятно, какие они были. У них благочестие на роду написано, что говорится. Поэтому, конечно, ему с ними полегче было разговаривать. Он что не скажет, они уже понимают, к чему он ведет. Почему как они? Дивились-то, что он говорит власть имеющей. О чем они удивились-то, если бы они не знали? А власть имеющая, как он говорит? Он как, пророки как говорили? Господи, иви там все. Христос, и исцелись. Оп, исцелил. Вот это да. Как так это? Конечно, все ходили, недоумевали. Это кто такой вообще? Давайте Велизиула скажем лучше. Ну не скажем же, что он от Бога самого славишого пророка какой-то. Ну с чего бы она? Вот он жил вместе с нами. Мы его знаем, 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 все знаем. Там у него братья есть, там мать у него молодая. Отец был плотник у него. Он сам плотник. Он плотник. Какая каста у него? Ничего. Ни священник, ничего. Как он знает все эти писания? Кто он вообще такой? Дошли, все, до ручки. Человеку не дали ни одного шанса быть выше той касты, которую ему приготовили. Как вот в Индии. Если есть каста там эти, рубить сандаловое дерево для покойников, все, из нее он не вылезет. Если ты жрец, то все, ты будешь помазывать всех. Три касты. Да. Ты будешь тогда великим уже. И воины там еще эти. Кто в ней засел на каком-то. Все, и причем не выйти из нее. Да. И у нас-то то же самое здесь. Почему так люди хотят попасть в священник? В касту. Сколько у нас на время прошло? 53 минуты. 53, надо что-то. Ну что, попоем? Закончим мы сегодня. Кто поздно пошел? Я тебе иду, конечно. Ну так, что-то. А? Тема хорошая. Да, да, да. Я сейчас очень не вылечит. Что это? Гимн. Гимн? Еще разок. А, нет. Может, что-то новенький? А, новенький? Товарищей-то нету? Что-то новенький. Товарищей-то не будет, я вообще не знаю. Да. Я вот, у меня как-то лишь на гаде было не холодно. И я тут так уже. И я тут так уже осталась. Я, конечно, я так тоже. Да, утром мы встали, он зашел, кошечка заснул в тарелку, вода не лилась, и он наконец-то стоит на тяпке. Такой девушек по-тарелку могло мы встали, тогда так трудно не может. Мариша, у тебя слов, товарищ, нету песни, а? Надо вязать, а он... Ну, что-то откуда у меня. У меня вообще нет. Что-то можно делать, а? Надо успеть, надо не... А я бы вспомнил ее. Не вспомните. Ну, а это... У тебя церковь, соблюдо термоэк. Ой, а, по-моему, здесь есть. Алик, Алик. Так. Кто пришел? Марина. Марина, да. Нет, не знаю, что я не выгодил. Как всегда. Как всегда. Не такой мужской. Допишет же. Да, пишет. А, потом скажет. Хозяйственная самая красота. Тема вообще хорошая. Как будто ты меня сулит. Не повидел. Да. Да. Да.